Здравствуйте! Говорим о главном студии Щелковского телевидения. С вами Михаил Налютов и Анна Бальет. Значимые события выдающейся личности в нашем обзоре главных тем месяца. Будьте с нами и узнаете о рекорде, который можно поставить подо льдом, а также о Щелковских долгожителях и о новых возможностях для тех, кто стремится к активному долговиду. После череды январских праздников одним из важных политических событий февраля стал отчет главы городского округа Щелкова Сергея Горелова перед населением. Из позитивных перемен глава отметила модернизацию в сфере здравоохранения, результаты работы в сферах дорожного строительства, ЖКХ, углоустройства, образования и спорта, обратив внимание на динамику развития бизнеса в муниципалитете. Например, объем средств, направленных на обновление оборудования для Щелковской областной больницы, составил 121 миллион рублей. Не осталось без внимания еще одно важное для округа событие – открытие второго моста через Клязьму, что значительно облегчило жизнь автовладельцам. Подробности в сюжете Марии Смирновой. Сделать городской округ комфортным для каждого жителя. Именно над этим, по словам главы Щелкова Сергея Горелова, должны работать местные власти. В ходе ежегодного отчета перед жителями муниципалитета он представил результаты работы, которых уже удалось достичь в данном направлении. Одной из наиболее динамичных сфер развития в муниципалитете стал бизнес. Глава обратил внимание на существенный рост производства. В 2019 году объем отгруженных товаров и услуг местных производителей вырос на 21%. Увеличились инвестиции в экономику округа. Они составили 22 миллиарда рублей, а это на 15 миллиардов больше, чем в прошлом году. Такого рывка вперед удалось достичь во многом благодаря реализации четырех крупных инвестиционных проектов на территории городского округа. Это первый этап строительства сборочного производства космических аппаратов акционерного общества «Газпромкосмические системы», новый производственный корпус закрытого акционерного общества «Канунфарма Продакшн», модернизация производства акционерного общества «Щелково Аграхим», модернизация производства общества с ограниченной ответственностью «Фриановский керамический завод». Большое внимание в своем отчете Сергей Горелов уделил гемографической политике. В 2019 году на территории Щелково родились 3683 ребенка. Глава подчеркнул, что муниципалитет продолжает поддерживать молодых родителей. Для них предусмотрены субсидии на покупку жилья. Без внимания не остались и многодетные семьи. Городской округ Щелково – один из лидеров по количеству обеспеченных многодетных семей земельных участков. С момента реализации программы участки получили 1600 семей. В 2019 году землю получили 69 семей. Муниципалитет уделяет внимание и сфере здравоохранения. В 2019 году выделен 121 миллион рублей на оборудование для Щелковской областной больницы. Затронул глава и вопрос нехватки профильных специалистов. Для привлечения врачей и медперсонала в муниципалитет местные власти продолжают выделять квартиры и выдавать компенсации за найм жилья. С начала 2019 года в Щелковской областной больнице было трудоустроено 56 медицинских работников. С 13 выпускниками школ заключены договоры о целевом обучении в мединститутах. Получив высшее образование, молодые специалисты перейдут на работу в медучреждения родного округа. В сфере дорожного строительства главным событием года стало открытие второго моста через реку Клязьма. Сегодня по нему ежедневно проезжает 9 тысяч машин. Теперь основная задача, по словам главы, соединить новую дорогу с Фряновским шоссе. В 2020 году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по строительству второго участка автомобильной дороги от восточной промзоны до выхода на Фряновское шоссе. В своем отчете глава также затронул результаты работы в сферах ЖКХ, благоустройства, образования и спорта. По данным направлениям ведется ежедневная работа, которая стабильно приносит высокие результаты. По словам главы, их удается достигать в том числе и благодаря активности жителей, которые неравнодушно относятся к своему городскому округу. Сергей Горелов подчеркнул, что работа и дальше должна вести с вовлечением населения во все общественно значимые процессы. Ведь именно в диалоге достигаются высокие результаты. В соответствии с указом президента, сейчас по всей стране ветеранам Великой Отечественной войны вручают юбилейные медали, посвященные 75-й годовщине Победы. Наш округ не остался в стороне. Михаил, я знаю, что ты был свидетелем первого награждения. Расскажи, как это было. Первую медаль из рук главы округа получил житель Монина, ветеран Великой Отечественной войны Влада Зарнич. Вдвойне приятно, что юбилейную награду опытному штурману вручили в 90-летний юбилей. Война заставила повзрослеть житель Монина Влада Зарнич. В 12 лет семьей, в который было 9 человек, попал фашистский концлагерь. Вызволяли из плена людей югославские партизаны. С ними в августе 1942 года ушел в партизанский отряд Влада, который к тому времени потерял в бою отца. Мать погибла в концлагере. В свой 90-й день рождения участник Великой Отечественной войны Влада Зарнич. Те события помнит отчетливо, как будто не было 75-ти послевоенных лет. Ветерана с годовщиной поздравил глава городского округа Щелкова Сергей Горелов. Вам в жизни выпала очень нелегкая доля, и начало ее легло на ваше детство. Вы были в немецких концлагерях, потом принимали участие и сражались в составе партизанского отряда Народно-освободительной армии Югославии. Знаю, что были ранены, но достойно исполняли свой долг и заслуженно были удостоены орденов и медалей. Я очень вам благодарен, что вы пришли, поздравили, вручили такие подарки. Поэтому спасибо еще раз, еще раз. Но вы не умаляйте своих заслуг. Вы в годы Великой Отечественной войны уже были под поручиком. Да. Говорите рядовой. В 14 лет я был сержанта, а по-сербски это значит водный. Это не взводный, по-русски, а водный человек, который водит войска в бой. Теаня тоже была на юбилее ветерана знаменитости нашего округа. Легендарная летчица полка «Ночные ведьмы» отметила свой юбилей в Щелковском театре. Галина Павловна, как всегда, на высоте. Ее стать в сочетании с элегантностью и благородством просто удивляют. В свой день рождения она также получила награду. Знак «Маршальская звезда» за заслуги, героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и свою патриотическую работу. «Стала штурманом, пилотом 125-го полка. На пешке, совершив полеты, так звали самолет П-2». О ком эта история знают целые поколения. Как бесстрашно били врага фашистов в воздухе совсем молодые девчонки. Она же одна из тех отважных. На ее счету 36 боевых вылетов. Женщина-штурман пикирующего бомбардировщика П-2 125-го полка имени Марина Роскова и Галина Павловна Брокбельцова. Сегодня легендарной летчице 95. «Настроение блестящее. Кажется, что тебе не 95, а 18». День рождения Галина Брокбельцова отмечает в Щелковском театре. Сюда поздравить легендарного участника Великой Отечественной войны пришли военнослужащие, ветераны, общественные деятели, кадеты, юнормейцы, власти городского округа Щелкова. «Вы прошли тяжелейшие годы. Тяжелейшие годы войны. И всю себя полностью и целиком отдавали тому, чтобы наша страна, наша Родина была независима». Она мечтала стать геологом, а стала добровольцем на фронт. Сороковые стали ударом для всей страны, разрушили мечты миллионов. Но именно благодаря бесстрашию советских людей, простых и скромных, но волевых и твердых духом, враг получил ответный и сокрушительный удар. Война не сломила. Галина Брокбельцова окончила исторический факультет МГУ, защитила кандидатскую, стала педагогом и автором книг, общественным деятелем, почетным вице-президентом Союза женщин летных специальностей авиатриса, а вместе с тем – живой легендой, примером для всех нас. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, она награждена двумя орденами Отечественной войны – первой и второй степени, орденом Красной звезды и многочисленными медалями. Для меня вы пример для подражания, вы пример мужества, благородства, ума. В этот день зачитали поздравительные адреса от президента страны, а также губернатора Московской области. В зале же собрались люди разных поколений, разных профессий, но каждый говорил с восхищением о героическом прошлом, важной общественной патриотической деятельности в настоящем – Галины Павловны. Награждается знаком маршальской звезда за заслуги, за героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, активную гражданскую позицию и целенаправленную работу военно-патриотическому воспитанию молодежи в послевоенные годы. Почти вековые юбилеи заслуженных ветеранов – не единственное событие, связанное с грядущим большим торжеством. В этом году подготовка к празднованиям Дня Победы началась заранее. В Центральном музее ВВС в Монине состоялось торжественное открытие новой экспозиции «Самолеты Великой Отечественной войны». В ней представлены боевые машины, авиационные двигатели, образцы вооружения и даже фрагмент партизанского аэродрома. Мы приглашаем всех жителей нашего муниципалитета посетить музей и увидеть все своими глазами. А на открытии выставки вместе с почетными гостями побывал наш корреспондент. В Монине в Центральном музее ВВС состоялось торжественное открытие новой экспозиции, которая называется «Самолеты Великой Отечественной войны». Экспозиция посвящена юбилейной 75-й годовщине Великой Победы. В выставочном ангаре размером почти в 3000 квадратных метров размещены различные бомбардировщики Великой Отечественной войны. От фронтового Ту-2 до легендарного пикирующего Пе-2. Всего 10 самолетов. Причем 7 из них являются в России памятниками науки и техники. Открыл торжественную церемонию директор Центрального музея Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации Александр Новиков. Поистине выдающиеся события, которые волнуют душу и сердце не только нас, присутствующих здесь, но и тех, кто будет приходить сюда. В преддверии 75-летия Победы открывается уникальная экспозиция, которая говорит о том, что музей есть, работает, развивается. Есть в новой экспозиции самолеты, которые были поставлены в СССР из США по ленд-лизу. Они тоже принимали участие в боевых действиях в 1941-1945 годах. Например, среди них истребитель Р-63 «Кинг Кобра». В экспозиции также размещены учебно-тренировочный самолет УТ-2, натурные образцы авиационных двигателей, авиационного вооружения и средств поражения. Посетители увидят и новый тематико-экспозиционный комплекс, который располагается возле военно-транспортного самолета Ли-2. Это партизанский полевой аэродром. И еще одно событие в Монино. После капитального ремонта начались занятия во второй школе имени Героя Советского Союза, маршал авиации Сергея Руденко. Пока шли ремонтные работы, дети учились в соседней школе. Сейчас же дети учатся в классах, которые практически не отличаются от школ новостроек. В прошлом году школе исполнилось 70 лет. Капитальный ремонт затронул и стены, и коммуникации, и столовую, и пищеблок, и, конечно же, сами учебные помещения, кабинеты и классы, которые выглядят совершенно по-новому. На эту школу было выделено порядка 50 миллионов рублей. Школа ремонтировалась по программе образования Подмосковья. Действительно, что здесь было заменено абсолютно все. Все коммуникации, укрепление несущих стен. Немножко изменилась конструкция школы. Там были несены некоторые корректировки, и даже не узнали школу. Мы увидели радостные лица детей, учителей. Нам приятно, что детки вошли сегодня в красивую светлую школу. У них хорошее настроение. Мы желаем, чтобы в стенах этой новой замечательной школы, именно новой, потому что она выглядит внутри, как совершенно новая школа. У них были успехи в учебе. В продолжении темы образования в феврале прошла всероссийская акция ЕГЭ с родителями. Аня, расскажи подробнее, как проходили эти испытания. Родители будущих выпускников решили подать пример. Издали ЕГЭ по истории. Местом проведения стала школа номер 12, а к сдаче экзамена присоединились власти муниципалитета, депутаты, сотрудники правоохранительных органов. Тишина. Идет экзамен. Только сдают его не школьники, а взрослые. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Подмосковье проходит уже четвертый год. Состоялся экзамен и в Щелкове. В этот день его решили сдать 30 человек. Алла Синенко решила поддержать дочь, ученицу Щелковской школы номер 12, которой в этом году предстоит сдача единого государственного экзамена. Безусловно, мы очень волнуемся, потому что в жизни ребенка такой ответственный период. Несмотря на то, что эта акция для родителей, правила здесь такие же строгие, как и для самих выпускников. Мобильный телефон и другие личные вещи остаются за дверьми кабинета. Вначале проходим через металлодетектор, затем досмотр, и уже потом отправляемся на экзамен. Пронести шпаргалку тоже не получится. В помещениях установлены видеокамеры. На столах документы, удостоверяющие личность, а также предоставленные констовары, черновики и экзаменационные материалы. Сами задания заранее неизвестны. Поддержать будущих выпускников решила глава округа Сергей Горелов. Честно скажу, был немного удивлен тем, как строится сам экзамен, как происходят ответы. Но могу сказать, что заканчивал свой экзамен я сочинением и выбрал для себя эпоху перестройки, которая мне близка, знакома. Это с 1985 по 1989 год. Надеюсь, что сегодня мы своим примером покажем всем школьникам, которым предстоят эти экзамены, что бояться не надо. В этом году предметом для экзамена выбрали историю. Сценарий же акции в точности повторяет процедуру итоговой аттестации школьников. Экзаменуемым предстояло ответить на вопросы в форме теста, написать сочинение. Безусловно, вновь сесть за парту волнительно и в то же время интересно, ведь можно вспомнить школьные годы и свой собственный экзамен. Мы же ведь экзамены сдавали, по-моему, он начинает где-то со средних классов. И, в общем-то, да, тоже волновались, но чем-то особым он не выделился. Общая атмосфера, которая проходила сдача экзаменов, да, конечно, она помнится и сегодня. Любой экзамен – это всегда волнительно, несмотря на то, что ты знаешь программу. И если бы в то время проходили такие акции, безусловно, волнения было бы меньше. Акция проходит по всей стране и в различных уголках Подмосковья родители смогли поддержать ребят и понять, как проходит единый государственный экзамен. Итоги же будут известны через две недели. Учеба, учеба и обед по расписанию. А теперь питание школьников может контролировать не только Роспотребнадзор, но и родители дежурные. Причем ежедневно, кстати, 83% родителей в Московской области положительно оценили это нововведение. Давайте посмотрим, как этот процесс реализован в Щелковской школе номер 2. В Щелковской школе номер 2 за две смены в столовой питается более 500 ребят. Качество питания всегда было под чутким контролем как руководства школы, так и родителей. Как только президент объявил, что у нас в стране с сентября месяца все детишки начальной школы будут получать горячее питание бесплатно, так сразу же в Московской области возникла идея акции «Родительский контроль». Замечательная идея, мы родителей с удовольствием ждем. А это значит, что с начала февраля контроль качества питания со стороны родителей происходит ежедневно. Для этого в Школе номер 2 определили время проверки. С 10 утра до полудня родители могут протестировать питание прямо в школьной столовой. А пожелание относительно качества еды оставить в специальном журнале. Проверил, как проводится процедура контроля школьного питания в учреждении и глава округа Сергей Горелов. Ознакомился с родительским журналом «Меню» и сам оценил еду в школьной столовой. Оценил достойное качественное питание. В феврале Щелковский совет депутатов активно ввел работу в заставе комиссии, которые провели мониторинг объектов образования и спорта. Особое внимание уделили вопросам состояния окружающей среды и экологии. Выездное заседание на спортивных объектах провела профильная комиссия совета депутатов. Вместе с руководителями Щелковской спортивной отрасли посетили ряд учреждений от Фрянова до Гребнева. Первым в списке объезда депутатов стал спортивно-досуговый центр «Факел» во Фряново. Здесь руководствуя тренером и самим спортсменам есть чем гордиться. Развивается свыше десятка видов спорта. На базе «Факела» занимается более 700 человек, как юных фряновцев, так и людей пожилого возраста. По программе «Активное долголетие». Центр включает в себя лыжную базу, залы боевых искусств, художественной гимнастики, тренажерный зал и стадион труд, а также пять плоскостных сооружений. Вопрос выносился в частности о переорганизации физкультурного фоков «Факел» – это Фрянова, Огуднева, Литвинова, Гребнева. Два варианта. Или их все вместе на базе Огуднева сделать. Или еще второй вариант – это Фок Огуднева. У себя будут вмещать Гребнева, Литвинова и Трубино. Также депутаты посетили спортивные объекты в Трубино, Богослова и Гребнева. Хочу отметить, прежде всего, на местах это люди, которые безгранично преданы спорту, физкультуре. Они своим энтузиазмом, своим трудом, примером притягивают обыкновенных людей. Вопросами охраны окружающей среды новый состав Совета депутатов решил заняться плотно. Впереди реконструкция межрайонных очистных сооружений, рекультивация мусорного полигона Собурова. Темы, заслуживающие самого пристального внимания, как, впрочем, и тему упорядочивания вырубки зеленых насаждений. Методику расчета платы за спелдеревьев депутаты предложили экологам доработать, оставив за собой право наряду с администрацией округа производить контроль. Отдельно говорили о Клязьме, берега которой с давних времен облюбовала промышленность. Находятся и такие, кто использует реку для сброса отходов. У нас действительно существуют еще предприятия, которые не имеют локальных очистных сооружений, а также предприятия, которые имеют, но мы не можем, так как не имеем полномочий, надзорных органов и администрация также не может проконтролировать состояние этих локальных очистных сооружений. Будем приглашать, и мы это делаем, все надзорные органы, для того, чтобы заслушать информацию о их деятельности. Амиревский карьер не просто одно из любимых щелковцами мест отдыха у воды, но и территория дайвингом. Покружение здесь проводится в любое время года, зимой прямо в прорубь. Дайверы приезжают тренироваться, иногда и устанавливают мировые рекорды. На днях именно здесь, в Щелково, чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом на одном дыхании 180 метров. Наша съемочная группа стала свидетелем этого события и получила редкие кадры зимнего заплыва в подмосковных широтах. Национальный рекорд защиты! Ура! 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 Алексей Молчанов, 14-кратный чемпион мира, проплыл подо льдом Амеревского карьера 180 метров в моноласте, побив тем самым прошлогодний рекорд, который поставил француз. Артур Гуэрен Байери преодолел отметку лишь в 175 метров, тогда как наш российский спортсмен Алексей, казалось бы, совершил невозможное. Подледное плавание является одной из самых сложных дисциплин фридайвинга. В данном виде спорта, как нигде, важна полная концентрация внимания и абсолютная расслабленность. Холод не всегда позволяет достичь нужного состояния. У спортсмена нет возможности всплыть в любой момент, пока он не доберется до финиша, а это также дополнительный стресс. Победу Алексей посвятил своей матери Наталье Молчановой, которая является основательницей и первым президентом Российской Федерации фридайвинга. Именно Наталья стала первой женщиной-фридайвером, совершившей погружение на глубину 101 метр. и задержавшей дыхание на 9 с лишним минут. Чемпион мира признается то, что для других кажется чем-то невообразимо сложным, для него естественная среда обитания. Тем не менее, порой не обходится и без определенных трудностей. Даже во время нырка был такой неприятный момент, когда я плыл над веревкой, над тросом. И веревка выше висела, чем должна была быть. И я начал задевать ласт и лед. Меня прибило вверх ко льду и было очень некомфортно плыть. Я перешел вниз под веревку. И этот переход, конечно, это был такой неотребутированный момент. Подготовка к организации мероприятия проводилась огромная. Прежде всего, это касалось безопасности пловца. Так на каждой отметке Алексея ожидали по два фридайвера. Алексей Молчанов – один из самых опытных фридайверов в истории. Свой первый мировой рекорд он установил еще в 2008 году. Спортсмен уверен – все самые важные победы у него еще впереди. Теперь поговорим о социальной инициативе, касающейся пожилых людей. У жителей старше 55-ти появилась возможность заняться спортом, пройти обучение в компьютерном классе и просто пообщаться за чашкой чая в клубе активного долголетия. Открытие его состоялось в феврале в Щелковском спорткомплексе Подмосковья. Давайте посмотрим, как это было. Клуб «Активное долголетие», который начал работать в универсальном спорткомплексе Подмосковья, располагается на нескольких площадках. Почетным гостям, которых пригласили на торжественное открытие, показали, как играют щелковские пенсионеры в теннис, в шашки и шахматы, занимаются танцевальной аэробикой. Внимание к людям – это то, чем, наверное, сегодня должны заниматься и оказывать каждая администрация, муниципалитет. И думать о том, что когда-то мы тоже станем людьми старшего возраста, и чтобы мы не оставались в одиночестве в своей квартире, чтобы мы могли физически поддерживать свое здоровье, нам такие центры нужны. Помимо занятий физкультуры, здесь есть кабинет для просмотра кинофильмов, зона для чаепитий. И обязательные условия, которым здесь следуют неукоснительно, медицинский осмотр и выдача разрешений на физкультурные занятия. Не каждый может рассчитать свою подготовку, пойти на танцы и после этого, не дай бог, что-то произойдет. Поэтому в первую очередь я всех призываю сходить к врачу, проверить свое здоровье и после этого уже выбирать тот вид физической активности, который будет подходить. В УСК Подмосковье для пенсионеров созданы все условия. И не только для получения дозированных физических нагрузок, но и для занятий в компьютерных классах, да и просто для общения за чашкой чая. Такое чаепитие разделили с членами клуба активного долголетия гости. У людей почти одного возраста однозначно настроение очень бодрое, чему совсем не вредно поучиться всем. Сейчас у нас великолепная группа здоровья, отличная группа здоровья. Нам очень нравится, здесь силы прибавляются, представляете? Губернаторская программа «Активное долголетие» в Щелкове действует с апреля прошлого года. Сейчас в городском округе в эту программу вовлечены более 1200 жителей. Открывшийся в УСК Подмосковье клуб «Активное долголетие» – это один из наиболее масштабных проектов, нацеленных на создание условий для здорового образа жизни людей пенсионного возраста. Вот таким насыщенным был самый короткий месяц 2020 года. Смотрите Щелковское, мы говорим о главном. Красота, тепло, уют. Фирменный магазин «Камышинский текстиль» предлагает огромный выбор постельных комплектов, полотенец, пледов. Цену от производителя. Каждая хозяйка оценит ассортимент представленных товаров, соотношение цены-качества. Город Щелково, Пролетарский проспект, дом 9, торговый центр «Три девятки», телефон 8-926-274-90-06.